Слушай, она прям в руках, прям, 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 да. Такой первый раз я буду строить цепь, потому что там она шла с двумя метками. Это прям чувствуется, что как будто прям шикарно. Если у вас сломалась раздатка, вы сами собрали ее, и сломалась она там через этот полгода или год. ОМЗАП, Анатолий, всем добрый день, вечер или утро. Но ОБЛ, будем ремонтировать раздатку полного привода. 3С211. А у нас она ТОДовская, будем снимать. Ну, уже частично я разобрал, просто было у нас там видео такое, какая всем она как бы понравилась. После этого было очень-очень много раздаток. То есть приезжали люди, делали. Решили, решили все-таки, ну, уже спустя там не один десяток раздаток снять еще. Сейчас мы ее снимем. Она у нас, судя по диагностике, заклинила полностью. Карданный вал передний сняли. Вот, сейчас мы ее вам покажем. А, там есть такой момент. Там было влито масло 75 на 90. То есть то, что льется передний, задний редуктор. Но туда нужно лить. СП-3. Пусть это будет Декстронс 3. То есть даже то же масло РЭД-1 в коробке, которое используется в этой машине, вы тоже можете его туда использовать. Но после того, как там это масло было, раздатка почему-то развалилась непонятно. Произошло. Они снова залили туда 75 на 90. Сейчас я его слил со стружкой. Поэтому чуть-чуть осталось тут снять. Осталось сверху три болчика. Вот человек говорит, клиент, что три дня назад ему поднимали, смотрели машину и говорят, что все прекрасно. Дальше, вот видите, кардан. Вот эта вот ржавчина говорит о том, что это идет выброс оттуда, из игольчатого подшипника. То есть это первый признак того, что крестовина конец. Вот. И сзади точно такая же. Не знаю, с карданом что-то будем тоже вдумать. Вот. Потому что в одну сторону она клинит, а в другую она уже разбита, болтается. Обе. Шлицы. Смотрите, в кардане всегда нужно смотреть шлицы. Пусть это будет передний кардан или задний. Самое главное, чтобы это шлицевое соединение, мало того, что оно ходит, оно не должно стучать на шлицах. Если это будет происходить, кардан будет изламываться и будет вибраться. Ну, то есть вот в нашем случае он еле-еле-еле только чуть есть. То есть, ну, можно сказать, что она еще походит чуть-чуть. Все, сейчас я откручу оставшиеся три болта. Помоем раздаточку. Разберем, покажем, что там развалилось. Кстати, то есть перед ремонтом раздатки, то есть происходит диагностика. То есть мы смотрим сразу по редукторам передней и задней, два привода. То есть также делаем компьютерную диагностику. По актуатору на раздатке. Также делаем по датчикам входного и выходного вала. Вот, смотрим. И смотрим, включается ли, вообще щелкает ли, то есть переходит ли она в пониженную передачу. Здесь у нас пониженную я переключаю. Звук мотора слышно, то есть как он прокручивается. Но щелчка, вот этого своего характерного, его нет. То есть у нас проблемы как с муфтой, то есть с сцеплением, с функцией авто, так и с пониженной. Не знаю, может быть обломила ножку у такой червячный шток, либо сломала вилку. Не знаю, ну вот скоро увидим сейчас. Кардан у нас хозяин сам снял. Вот, смотрите, допустим, сейчас, неважно, пониженная или вот она стоит, допустим, функция авто. И задний вал, то есть основной, относительно переднего, должны прокручиваться. То есть цепь, мы знаем, что там чуть-чуть ход. Вот смотрим цепь, вот он. То есть цепь, все, конец ей. И они стоят кол. То есть не прокручивается. То есть она заклинила полностью. Что-то там заскочило, или с фракционами что-то выскочило, или демпфер выскочил, не знаю. А, вот, кстати, человек приехал и говорит, а что, нужно снимать коробку? Он тоже искал, он говорит, не знаю, там, то есть ему кто-то посоветовал, я так и не уточнил, приехать к нам. И он говорит, что где-то был в сервисе, ему там объявили какую-то очень ужасную цену за снятие, потому что его снимать надо якобы с коробкой полностью из-за болтов. Да, есть в Torrento BL, но только в механике. В механике мы разбираем. Вот, смотрите, у нас есть лючок. То есть кузов сделан как под механику, так и под автомат. То есть мы разбираем в салоне кулису, это в механике, с Torrento. Разбираем, и дело в том, что вот здесь, вот раздачная коробка, вот отделяется, вот эта и коробка. У нее стоит кулиса, и она распределяется частично, то есть на раздатку и на коробку, прикручивается болтами. И нам нужно полностью снять. Мы снимаем, откручиваем кулису, и там внутри, внутри, то есть либо у нас находится болт, либо находится гайка, то есть шпилька. Ее нужно откручивать. Вот. Если у вас дизель 2,5, и если у вас именно автомат, то коробку снимать не нужно. То есть вот мы на стоечке ее припустили, и болтики спокойно откручиваем. При идеальном раскладе, то есть, ну вот в моем случае, то есть при наличии подъемника и стоечки пневмоинструмента, снять раздатку, ну, примерно полчаса. Это если, конечно, открутятся вот такие вот болты, шпилечки, вот здесь гаечки сгорают прям очень сильно. Но практически всегда болты отворачиваются, то есть его нужно сорвать, и вручную отворачиваются без всяких проблем. То есть в основном туда грязь ничего не попадает. Даже спустя там 300 тысяч приезжают люди, 250, вот болтик как новенький, то есть никаких проблем нет. Направляющие всегда немного подкисают. Я, допустим, беру полоточки и прям подстукиваю снизу, а и она должна пойти сейчас. Сейчас ее потихонечку вот так... Нет, это все в порядке. Сапун, что двигается? Он двигается, ходит все. Отлично. Сейчас мы ее туда отторопали. Раздатку помыли, прежде чем разбирать. Потом еще раз все... Будет мыться отдельно каждая деталь. Связано с тем, что данную раздатку нужно собрать как можно чище. Дело в том, что там стоит алюминиевый насос. Кольца-то масляные, конечно, стальные, а корпус алюминиевый. И даже любая песчинка, то есть, может сделать задир в масляном насосе. Потом голодание, ну и все заново. Вот он у нас псевдопривод. То есть, кто-то называет аккумулятор, актуатор, кто-то псевдопривод. По-разному. То есть, опять же, если мы где-нибудь забьем название его, то каждая фирма, которая торгует запчастями, названием у него будет очень много. Вот он у нас на герметике стоит. Вал заржавел. Чуть-чуть. Ну, тут все попала водичка. А герметик все плотненько лежал везде. По всему кругу. Вот. Всевдопривод у нас работал. Я слышал, как он включается. Который сальник не подтекал, задний уже бежал у нас. То есть, там было у нас на него нарекания. Не идет. А, вот пошло. Так, вот этот у нас. То есть, получается, актуатор почему-то проживел. Ведь я думал, что на червяке отломана ножка. Потому что псевдопривод включался, ходил. А звука щелчка не было. Так, сразу вот эту крышку. Здесь. Здесь. Что мы смотрим? Сразу смотрим шестерни звукового сигнала. Находится она вот здесь, внизу. То есть, сюда пока не лезем. Нам нужно вытащить сальник. Сальник выкидываем. Это расходник. Здесь лежит шестерня датчика скорости. Вот. Ну, с ней, как правило, ничего не бывает. Ну, бывает обламывать. Я вот на предпоследний менял. И вот она шестерня. Смотрим. Не изношена она, Леонид. Вот он, буртик здесь. И буртик здесь. Следов скольжения. Ну, вот тут чуть-чуть было. Нету следов скольжения. Так, здесь все хорошо. Здесь нам надо будет только позвонить датчики входного-выходного вала. Вот сейчас попозже сделаем. Так, вот шестерня вторая звукового сигнала. Это выходного вала. Ну, с ней, как правило, никогда ничего не было, не случалось. Я ее не видел. Вот она, пониженный вал. Че-то не вытаскивает с вилки. Вот он должен здесь свободно ходить. Он не ходит. Вилка, вилка целая. Здесь тоже. Здесь у нас есть ролик такой. Тоже не изношен. То есть здесь просто не хватало масла. То есть она должна ходить свободно. Если это все помыть, почистить, залить правильное масло. Масло у нас было 75 на 90. Просто вот здесь видно, смотрите, как цепь растянута. И вот здесь видно, как съела даже этот маслозаборник. Причиной этому стало отсутствие магнитика, который должен быть здесь прижимать квадратный. Вот так. То есть уводить маслозаборник. То есть кто-то вскрывал и магнит для стружки не поставил сюда. То есть его нет. И насос вот так сюда ушел и перетерся от цепи. То есть все-таки сюда вкладывается квадратик. По секундочку, сейчас у меня это не есть. Как он выглядит. Когда-то давным-давно у нас привозили много контрактных раздаток. И мы их переделывали. Вот. И мне поставались. То есть вот он должен быть вот здесь. То есть он отсутствовал. И заборник теперь под замену. Вообще, что-то прям как-то неохотно хочет разбираться. Тут вот, видите что, ржавчина. То есть здесь была вода, видимо, когда-то эмульсия. Вот он, фракцион куски. И зажало сцепление их. То есть все тягучее. Тоже здесь вот видно, что вот под шариками абсолютно сухо. То есть насос не качал. Насос не может качать масло. Такого состава с необходимым давлением там. Так. Ну вот, как бы со слов клиента, что сливали. Была эмульсия. И вот она у нас здесь проявилась. То есть вот она ржавчина. Так, ну это все не страшно. Вот он немножко даже вот проскакивал. Когда она щелкала, вот они щелчки. Раз, два, три, четыре следы проскакивала. Здесь тоже, конечно, попали в фракционную сюда. Там была вот эта вот желтая стружка. Она у нас может быть только с одного места. Вот здесь втулка бронзовая. Просибник целый. Это мы, конечно, все потом помоем. Посмотрим, что с дифференциалом. Это шестерня. Включение пониженной, повышенной. На валу. То есть сальник ходит вот здесь, где зеркало. А туда дальше там входит сальник. Он с двумя юбками. То есть одна это пыльник. Вторая это уже непосредственно. Сам сальник, который держит масло. Цепь у нас однозначно под замену. Шестерня. Следов. Следов. Да, цепь прыгала. Проходила прям. Перескакивала. Шестерню мы потом перевернем. То есть у нас видно, что с одной стороны нет выработки, а с другой есть. То есть шестерню можно поставить так и вот так. То есть под нагрузку. Цепь однозначно на выброс. То есть цепь у нас растянута. Ну вот тут. Тут, конечно, все заржавело. Заржавело и оторвало. Все, тут вообще ничего не осталось. Вот такой кисель тут. Он прям ржавый-ржавый, без ферридо. Так. Прижимная. У нас пружина целая. Это все тоже на выброс. Вот. Демпфер целый. Что это такое? Ты гляньте, что тут вообще? Конец какой. Он прям, прям, он прям ржавый-ржавый. Прям коррозия. Я не знаю, какие ездили вообще на этой раздатке. Так, эта часть у нас будет идти вместе с сцеплением. Сцепление будет новое. У него куча-куча названий. Поэтому те, кто будет смотреть, не тратся не надо к словам. Вот. То есть, опять же, где-то она там муфта. Где-то там это... Да, демпфер колечко целое. Надеюсь, что сейчас будет вот стандартная замена. Это масляный насос, сцепление и цепь. Два сальника, два очистителя, чтобы помыть детальки. И два масла. Будет из-за тринус. Так, это тоже все идет с сцеплением. Тоже сразу откидываем. Здесь нам это не нужно. Вот шестерня. Последняя была заклинившая шестерня. Вот он. Покупали новую. Основную. Вот здесь у нее, как всегда, как правило, вот он есть. От шайбы небольшой задир. Это не страшно. Это зачистится и будет работать дальше. Самое главное, внутри вкладыш, чтобы не задрало. То есть, вкладыш сделан тоже такой же, как Феридо на этом. То есть, он не алюминиевый там. То есть, это какой-то состав. То есть, у спрессованной бумаги. Что-то еще. Так, вот-то на кольцо. Смотрите, оно продавлено в одну сторону. Не сильно, но продавлено. Мы тоже его перевернем наоборот. Чтобы все было как новенькое. Первичный вал, как правило, весь он всегда остается целый. То есть, здесь вот где работает у нас втулка и работает подшипник игольчатый в дифференциале. То есть, задиров нет. Это говорит о том, что там порядки со втулкой, с подшипником. Вал. Вот этот вал, когда ремонтируете, обязательно, то есть, заливаем очистителем, чем-то вымываем, вымываем. Там внутри, там есть пустота. То есть, оттуда много вываливается стружки, грязи. То есть, если этого не сделать, то сразу опять хлынет сцепление. То есть, обязательно нужно мыть, дуть. Ну, я не знаю, сейчас очиститель я возьму. И вот из этих отверстий сейчас будет. А, как? Они же меняли масло еще. Говорит, тысячи три назад. Нет. Вот масло сменили, но в любом случае будем мыть. Такой прям нет гадости, которую там ожидали. Так, масляный насос. Масляный насос, его сразу можно, конечно, кинуть. Вот видно здесь, что у меня есть задиры. Можно, конечно, кинуть его куда следует, но только лишь для вас. Маслозаборник тоже у меня есть. То есть, он там заказывать, покупать не будем. Он вместе со шланчиком идет у нас. То есть, в свое время, когда запчасти оставались, то есть, я на складе, там, контейнере поставлял коробочки, где лежат, то есть, корпуса, валы, шестерни. Ну, такое, что крайне редко нужно. Ну, и вот, потихоньку, потихоньку. Где-то магнитик, где-то вот кому-то. Сейчас все уходит. Просто сейчас время очень тяжелое, запчасти нету. В этом месте он делает, допустим, здесь он, вот в этой внейшем углублении, ну, к примеру, я сейчас не буду точно смотреть, то есть, в одной он делает забор масла, в другой он делает выброс. То есть, две камеры. И вот между ними там задир. Основное качает он, то есть, между ними, вот он, то есть, мы смотрим, как он качает. У нас вот он ходит. То есть, и вот в этот момент, вот в этом зазоре перекачивается масло. То есть, перекидывает с одной камеры в другую. И, то есть, задир мы тоже будем смотреть там же. Так. Вот, к примеру, в этой камере он взял маслозаборник, маслозаборник, а в эту камеру он отдал. И отдал уже туда. Вот они, задиры прям крупнейшие. качал, он у нас крутился вот туда вращался вот так. И закусывал. Все. Получается, в целом, в целом, я так скажу, ну, по последним моим разобранным раздаткам неплохо, неплохо. То есть, стандартно. Цепь, сцепление, насос. То есть, заборничек мы будет подарок от фирмы, магнитик. Вот. Ну и, как говорил, два масла, два очистителя и два сальничка будут у нас входного-выходного вала. И, в принципе, все. Датчики. Датчики сейчас здесь прозвоним тоже. Но, по ним я делал изначально компьютерную диагностику. И, опять же, когда у нас есть и неисправность по датчику привода, входного-выходного вала, допустим, обрыв цепи или замыкания, он не позволит псевдоприводу включиться и сделать какие-то действия. Поэтому, то есть, можно предположить, ну, к примеру, что если мы сели в разладку, она там щелкает, заклинило, стучит. И если у нас щелкает, то есть пониженная-повышенная, то говорит о том, что электронная часть, то есть блок управления полным приводом, то есть датчики входного-выходного вала и псевдопривод все рабочие. То есть проблема только в механике. Так, все. Будем сейчас согласовывать, смотреть, что есть в наличии и потом уже подготовим, помоем, соберем. она очень долго такая уже. Она реально чуть как-то... Вибрация будет? Вибрация, бывает, тормозишь, она... Валы. Всегда нужно почистить вот здесь. То есть я брал специально такая шкурочка мягкая. Вот. Выработки у нас под сам сальник нету. Дальше есть, но это под пыльник. То есть видно две юбки. Этот для масла, наружный для грязи. То есть вот он. Сделан. То есть вода, грязь. Оригинальная будет цепь. Вот так она сейчас в новой коробочке. Раньше она шла в такой. Теперь она вот в такой. Где-то у нас. Ну, слушай, она прям в руках. Прям-прям-прям-прям. Да. Такой первый раз я буду ставить цепь. Потому что там она шла с двумя метками. А это прям чувствуется, что как будто прям шикарная. То есть. Так. Два сальника. Это не нашая. Масляный насос. Тоже насос оригинальный. Где тут? Вот. Сейчас у корейцев упаковка другая. Идет. То есть они все изменили для своей упаковки. То есть сцепление у нас в сборе идет. всегда сделана стяжечка, чтобы не рассыпалась. Здесь мы все подготовили. Сперва начинаем с этой части. Подшипником никогда ничего не было. но это бывали случаи, когда приходилось менять подшипники первичного вала или вторичного вала. Но как правило я видел это, когда они были синие. Но дело в том, что там взять уже было практически нечего с раздатки. И ее прям было голодание очень сильное. Вытекало, к примеру, масло через вот этот сальник. и при отсутствии масла все сгорало. И оставался только целый корпус. Потому что внутри выгорало все абсолютно. Герметика я никогда не использую. То есть ну крайне редко там что-то где-то. Если есть выработка. В основном это литол для направления. У этого сальника у нас ограничителя нету. То есть нельзя его бить и он не упрется. То есть там он уйдет туда вниз. То есть он должен сесть где-то здесь есть такой конус заход под сальник. То есть миллиметра два там. Вот его видно. Вот он как раз заход и по уровню его захода. Вот эту сторону еще можно чуть-чуть. Ну все отлично. Так Внутри самого сальника под есть уже смасочка своя. А я кстати не взял для сборки этот балансир отвес этот. Стопор наружнее и внутренняя сторона тоже есть. То есть вот это у нас наружнее видно что конус заход это плоская внутренняя. То есть если стопор поставить вверх ногами то сядет скорее всего не до конца он. Все. Сейчас сразу подготовим. на этой части мы бросаем туда шестерню звукового сигнала то есть датчика входного вала потом шестерню датчика скорости и сальника так же. У нас человек даже изъявил желание чтобы сняли полностью его автомобиль даже с номером он рад показать он говорит просто Смоленск вообще некому никто ничего не сделал мало того что у него разбит полностью кардан и он говорит все ему уже дважды смотрели и делали и даже слова никто не сказал о том что разбит кардан потому что когда приехал он говорит давай посмотрим диагноз ходовой когда я жму на тормоз происходят щелчки стуки когда еду непонятная вибрация диагноз ходовой все сделали все произвели все хорошо там конечно с целенблоками передних нижних рычагов ему делали меняли три месяца назад вот носовали как попало там один плавуч один жесткий вот я спросил он говорит да там что-то они меня долго футболили с этими целенблоками а потом вот сделали но говорит что-то не так и вот сегодня посмотрел целенблок один стоит жесткий задний второй стоит мягкий и стоит неправильно то есть он должен стоять там так 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 то есть угол пойду забалансирован смотрите вот здесь еще такая штука вилку это все абсолютно бесплатно я как бы заменил у меня валяются запчасти вот эту плавающую шестерню шайбу вилку червяк здесь был ржавый и палец то есть я заменил человеку маслозаборник тоже взяли потому что его вот мы видим что клинит то есть ну когда-нибудь это почистится все можно и поставить то есть червяк у нас здесь заход под актуатор ну и где-то короче шайба и все вот шайбу я заменил потому что она тут ржавая не понравилось в целом она будет работать но все же чтобы было поменьше грязи здесь весь дифференциал надо тщательно вымывать то есть я мыл его все это химией все это керхером под большим давлением то есть прям туда старался то есть потому что эти все зубья были забиты остатками плохого масла фракционов то есть включение пониженной передачи и вал вал вот здесь раньше видно что он работал вот в этом месте следы чтобы он лучше работал мы его перевернем то есть теперь он будет работать в другом месте где более новая то есть если есть какая-то выработка или что-то такое я всегда переворачиваю и смотрим вот она вот так она включается и отключается это у нас пониженная передача масло у нас вот она SP3 то есть ATF масло буду заливать также 2 литра так следующий следующий у нас шаг сюда кидаем вал так чуть-чуть сверху временно можно сказать временно можно конечно все это не смазывать но есть риск что все это очень дорого что все-нибудь закусит шайба шайба то есть у нас вот она выдавлена была вот так насосу лежала теперь мы ее переворачиваем шестерну смотрим то есть эту перевернуть нельзя а эту перевернуть можно будет вращаться по часовой стрелке то есть шестерню которая с выработкой вот на этой видно что здесь цеплялась вот она цепь а на этой стороне нету то есть нагрузка цепь будет тянуть туда шестерня звукового сигнала выходного вала цепь неважно можете тоже перевернуть то есть направлению цепи нету то есть метка может быть снаружи внутри неважно видим визуально что цепь стоит ровно а та у нас была прям правейшая так вот теперь корзина муфта направляющая стопор думаю в принципе каждый из вас может все собрать сделать сам если будете соблюдать порядок и все вот эти нюансы по зазорам то все соберете без всяких проблем поспешил и людей на смещу так ну и все и начинаем можно тоже ничего не мазать на месте прокатать так здесь тоже берем допустим я беру допустим напротив ну вот так отверстие на зуб и все и потом все складываем это сделано то есть их надо складывать напротив это сделано для отвода правильно отвода масла так 6 тоже не перепутайте то есть не рабочей части он положит сюда а рабочей части которой он работает вот именно когда магнит они вон так у нас слипаются две ведущие ведомые вот уже сюда то есть наверх ну я думаю если даже просто перепутаете здесь опять же сделаны масло отводящие канала поэтому что-нибудь разорвет в принципе ее можно поставить вверх ногами но не стоит то есть вот они для смазки два трущихся так здесь литольчик потому что ну в целом направляющий всегда садится она хорошо этой капли литого качество масла мы не испорти а вот качество сборки будет надежным готово теперь еще раз попробуем включить пониженную уже на собранной то есть когда уже прекрасно все включается то есть актуатор у нас работал все на месте так герметик герметики если вы используете силиконовый герметик сразу раздатку не ставьте то есть сразу не заливайте маслом сразу не наклоняйте то есть если у вас там красный серый там любой черный если силиконовый силиконовому надо дать застыть то есть собрали раздаточку и положили ее пусть она лежит очень много я таких видел моментов когда люди собирают этот силиконовый отрывается забивает масло заборник то есть опять же большое количество герметика очень большое количество то есть если у вас сломалась раздатка вы сами собрали сломалась она там через этот полгода или год и вы ее вскрыли и увидели забитый маслоприемник и он будет забит именно герметиком то есть ну так же будет присутствовать стружка фракционы она умрет от голодания допустим если герметик который использую я он не смешивается не растворяется вот ну все же то есть какие-то если его перемазать то тоже кусочек может отвалиться а вот уже след от цепи был вот он видишь вот шоркала касалась по корпусу может быть видели вы тикток был как люди сделали раздатку я не знаю в каком это городе было сделано вот и там было что сделано вот допустим вот так раздатка у нас вот по этой стороне да вот здесь эти люди взяли крутили вот здесь просверлили болты раз два вот так три один оттуда сделали вкрутили и то есть сделали как успокоитель цепи и то есть цепь стучала по болтам и они еще взяли мало того здесь полностью допустим звено убрать нельзя то есть надо если убрать звено то их нужно эти ребятки спилили выкинули одно звено те на перекос вот так цепь то есть они сделали цепь вот так то есть она не совпала на один зуб туда вставили обратно шпринт заварили его и она как-то ходила ездила правда у них был сломанный корпус мы верхнюю часть меняли корпус полностью я говорю если вот именно тик токи гляньте то увидите как там было все ужасно это не ну если конечно вы очень очень далеко находитесь и у вас нет ни копейки денег тогда да я думаю можно сделать и так и допустим если вы там застряли где-то в тундре то и безвыходное положение надо приехать то как вариант можете глянуть как сделали люди так что там здесь тоже чистенько все хорошо так еще раз все проверяем все на месте вот здесь первичный вал потом совпадаем актуатор и плавненько аккуратно его вот он тоже немножко то есть то есть без лишних рывков чтобы шарики наши там не выскочили все-таки а нет все готово вот пробуксовывает сцепление тот я вал держу и пробуем включать пониженную передачу включилась пониженная сразу чувствуем усилие и выключил все легко стало видел раздатки в которых сорваны болты здесь резьба сломаны болты я не знаю как вы это делаете кто это делает вообще то есть у меня не было ни одного случая чтобы сломался болт или провернулся но то есть для меня это дико я не знаю у меня все все это хорошо закручивать я буду пистолетом пистолет не должен стоять на максимальных оборотах то есть мощности здесь вот есть положение он будет два раза ниже этого достаточно у нее две большие мощные направляющие нам надо просто ее поддержать ей так сказать штаны вот это если уплотнительная резиночка у вас там порвана то надо каким-нибудь допустим также можно либо другое колечко резиной воспользоваться ну на крайний случай уже герметиком надо ее застопорить хотя я не видел случая что подкручивалась но так положено совпадает он тут просто ничего сложного нету тоже ну пусть будет там литер 950 там он остался по мануалу там литр 800 посмотрите поставили раздатку все включается все отключается сейчас покажу так пробег у нас 245 075 киа сорента бл 2.5 турбодизель 174 лошади лошади смотрите что мы делаем если имеется кнопка ESP мы ее отключаем вот она у нас на панельке для того чтобы проверить полный привод сейчас нажали то есть включаем драйв следим чтобы то есть разгоняем можем до 40 до 80 то есть передок работает самое главное самое главное на этих же оборотах мы воврачиваем руль до упора вправо проверяем что никаких стуков ничего нет потом влево хотя присутствует вибрация дело в том что карданный вал не сделали вот дело в том что с карданным валом там немного была разбита шлицевая и фирма которая обещала нам сделать они отказались отказались делать без гарантии карданный вал из-за шлицевого люфта то есть они как-то восстанавливают они говорят мы сделаем но это стоит 31 тысяч то есть но за 31 тысячу можно купить новый оригинальный кардан то есть поэтому отказались то есть у них делают вернули обратно кардан сейчас поставили поэтому есть вибрация переводим в нейтральную и включаем повышенную передачу вот она щелкнула загорелся полный привод пониженная то есть до этого у нас происходили только звуки непонятные так теперь нужно будет сейчас уже мы опустим полностью и мастер под нагрузкой проверить ее по льду на улице то есть проверить правильно ли хорошо ли работает раздачная коробка функция авто то есть нужно либо грязь либо лед снег то чтобы было скользко если этого даже нет то выворачиваем руль до упора влево или вправо и сдаем назад при сдаче назад не должно быть никаких щелчков не должно быть нагрузки на двигатель или что-то еще клиент готов перебить в любом гараже заварить сваркой то есть он готов сделать все что угодно но проблема не в том чтобы перебить перестучать и заварить проблема в самих крестовинах именно допустим вот автобус у нас стоит сзади грандстар то есть таких крестовин очень много то есть там подходит от разных машин есть какие-то аналоги есть китайские там есть джеймбишные но на эту к сожалению вот крестовин допустим если на передний кардан то их масса выбора там больше меньше шире тоньше то по заднему конечно сложно тут такая своя хитрая крестовинка вот сейчас я специально вот у меня есть лежит карданный вал бросил один клиент я ее вытащил померил заказали джеймбишную для пробы крестовину чтобы была стоимостью 1600 что ли вот на воду да заказали вот скоро придет крестовина попробуем ее то есть подходит ли правда ли по размерам потому что размер указывается одни а заходишь там на фото показываются другие то есть что и как это чем закончится непонятно ну все всем до новых встреч мы закончили всем пока субтитры субтитры субтитры